Христос воскресе! На Щелковском телевидении диалог о православии. Сердце занимает центральное место в теле человека. Это единственный орган, который может существовать автономно от человека, даже некоторое время биться вне тела. И в то же время из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства ухуления, читаемые в Святом Евангелии. Что же это за такой загадочный орган человеческое сердце? Сегодня об этом поговорим. Тебе с имени, добрый вечер! Добрый вечер, Христос воскресе! Добрый вечер, Христос воскресе! Что же представляет собой сердце человека? Ну мы, все люди, так сказать, изучавшие анатомию и в средней школе, и в дальнейшем все наслышаны о сердце. И, конечно же, все четко понимают, что это один из главнейших органов, который снабжает весь организм кровью, то есть он прокачивает кровь. И если сердце повреждается, будь то инфаркт или какие-то другие моменты, вот, то человек не может жить без сердца. То есть ему надо какие-то другие, там, или там стимулятор, кардиостимулятор ставит, или вообще о замене сердца некоторые, да, годами некоторые ждут его замены сердца. Но это все, конечно же, касается только телесного сердца, которое действительно одно из главнейших, одна из главнейших частей нашего тела. Да, сердце, середина, да, сердце? Да, сердце. Отсюда же и слово середина, от слова сердца, или, может быть, сердце от середины. Но мы, конечно же, мало кто задумывается, что сердце несет в себе и другие такие функции. То есть не только такой, как в песне пелось, пламенный мотор, да, вместо сердца, который просто прокачивает кровь. Ну, сокращается мышца, но оно же еще имеет и много других смыслов, и душевных, и духовных нагрузок. Множество несет это слово сердца, и не только слово, но и смысл. Его во всех наших и речах, и каких-то писаниях священных, и в книгах мы везде с ним встречаемся уже не с точки зрения анатомической, а с точки зрения души. Сердце воспылало любовью, да, там какие-нибудь романы читает. Или в Библии Господь говорит, дашь мне, сыне, сердце твое, да. Или вот то, что вы сейчас сказали, что из сердца происходит и добрые дела, и злые дела из сердца происходят. И вот здесь мы видим совершенно как бы три основных таких нагрузки. Это физиологическая нагрузка, да, на смысл сердца. Это душевная нагрузка и духовная нагрузка на это само слово возлагается. И надо с этим, как говорится, разобраться, потому что цель жизни человеческой – это, собственно, познание самого себя. Это Антоний Великому Господь сказал, когда тот размышлял о судьбах мира, о том, как устроен мир. Ему Господь сказал, Антоний, познай себя и довольна с тебя. То есть мы прежде всего должны изучить самих себя. И с точки зрения физиологии, анатомии мы достаточно хорошо себя знаем. А вот с точки зрения души и духа здесь у нас полнейший пробел, к сожалению. А тем не менее от этого очень многое зависит. Но те, кто, так сказать, в эту тему погружен, знают, что молитва бывает трех видов. Умная молитва, ну, прежде всего, конечно, словесная молитва, да, которая просто устами глаголится. Потом умная молитва, которая происходит в уме. И потом молитва сердечная, и она считается самой высшей из всех трех видов молитвы. И что это такое, и как это, и где это. Вот как определить, что же это за молитва у меня происходящая. Это тоже один из вопросов, связанных с сердцем, как это ни странно. И вот эта фраза, которую я сейчас привел, дай мне, Господь говорит, дай мне, Сыне, сердце твое. Это о чем? Как можно дать сердце физиологически, да, анатомическое? Вырвать и отдать, что ли? Нет. Конечно же, здесь иносказательно, Господь говорит о чем-то другом. О центре нашего существа, и не телесного, а духовного больше. Или та заповедь Божия, которую в Евангелии мы считаем, что возлюби Бога своего всем сердцем, всеми мыслями, всей душой, всеми силами. И на первом месте именно стоит всем сердцем. Да, это первая и главнейшая заповедь. А если мы не знаем, как мы ее исполним, как можно любить сердцем, да, что же это такое, и как научиться своим сердцем управлять? Если мы слышим из того же Священного Писания, от Святых Отцов, что из сердца могут выходить и добрые дела, и злые дела. Почему в один момент сердце может добро из себя производить, а в другие моменты жизни человеческой это же сердце из себя производит злые дела? Как вот в одном месте все это может ужиться? От чего это зависит? Как с этим разобраться и научиться управлять сердцем? Не в физиологическом, анатомическом смысле, а именно в духовном, душевном смысле. То есть получается, что сердце наше, как мышца биологическая, оно является вместилищем духовного сердца? Конечно же, так как тело человеческое, такое плоское, оно пронизано духовным телом, то есть той субстанцией, из которой сделана душа человека. И когда душа из тела исходит, то и сердце останавливается, и тело обездвиживается. То есть основным движителем физиологического сердца является духовное сердце, то, которое в душе находится. И оно также привязано, можно сказать, координатно к тому же физиологическому телу. Душа человеческая, она полностью повторяет облик, образ человека. То есть мы умершего человека, вот те, кто Господь кому давал увидеть усопших, они их узнавали, они видели знакомые лица, они видели знакомые фигуры, они могли с ними общаться, разговаривать. То есть умерший человек, он полностью повторяет свой телесный облик. То есть душа имеет свои границы, которые соответствуют границам телесным. И сердце душевное, духовное сердце, оно в душе находящееся, оно также совмещено с телесным сердцем. Из этого что мы можем заключить? То, что мы можем душою своею погрузиться в свое сердце. И тут не столь физиологическое сердце важно, сколько душевное сердце. То есть то, которое уже из тонкой материи создано. То есть то, которое, собственно, и призвано молиться Господу, сердечной молитвой. Только для этого нужно внимание, сосредоточенность внутренняя, опытность и, конечно же, прежде всего, желание. Если мы этого не желаем, нас это не интересует, то мы никогда к этому не придем, потому что, ну, а зачем мне это знать? Ну, это все равно, что вот кто-нибудь там из нас думает, как у нас кишечник работает и как там в него погрузиться. Никому это не интересно. Это становится интересно только если он заболел. Тут начинают какие-то лекарства, какие-то там операции. И тут начинают узнавать, где печень, где желудок, где чего. Ну, это с точки зрения лечения. А с точки зрения познания ни кишечник, ни печень никому не интересны. А вот сердце с точки зрения познания человеком, оно очень интересно. Оно настолько емко оказывается, что в нем вмещается Царствие Божие. Вот удивительно, да? Да, ну, человек тоже начинает познавать свое сердце, да? Ведь, как говорят, душа болит. А что болит душа? То есть все покажут на сердце, да? Да, да, да. То есть все равно тоже Господь сверлом нам, да, вот показывает, где это место наше больное. И что мы его тоже познавали. Удивительно, но именно скорбями и болезнями Господь нам показывает и научает исследовать свои духовные, душевные естества. Когда сердце болит, бывает физически оно болит, да, тогда там пьют нитроглицерин и еще что-нибудь там. А бывает сердце физическое, это не болит. Бывает все тело здоровое, да, у человека. Да, то есть никаких проблем, то есть кардиограмма показывает, что сердце здорово, все здорово. А вот болит, вот в душе болит, и душе не на голову показывает, а вот сюда почему-то показывает. А когда человек теряет близкого, да, вот остро ощущается. Конечно же, опять же, где сжимается, вот сердце сжалось, да, вот как мне пришла весть о кончине моего там близкого, любимого человека. Сердце сжалось или ёкнуло сердце. О чём эти слова говорят? Вот слово ёкнуло, да, это только вот, наверное, к сердцу относится, да. Даже отдельные такие термины у нас есть в нашем русском языке. И это как раз точно так же показывает, где наша душа имеет сосредоточение в смысле чувств, в смысле мыслей, в смысле желаний, волеизъявлений. То есть всех движений души, где это центр, где сосредоточение. Ну как движение тела физиологического зависит от движения сердца, то есть оно вот ритмично сжимается-разжимается, и кровь идёт, и тело живёт. Так же и душа. У неё тоже сердце является движителем души. Только там не кровь уже течёт по жилам, а там сердце является движителем мыслей, чувств, желаний, каких-то волеизъявлений, слов, дел. То есть там оно имеет более широкие, так сказать, возможности, чем телесное, физиологическое сердце. Оно просто вот кровь гонит по жилам. Да, ну прежде мы с вами чем дальше будем разбирать, да, наше духовное сердце. Хотелось бы обратить внимание на такую связь, да, физиологического нашего, биологического сердца. Ведь на самом деле, да, как знают доктора, что сердце, оно перекачивает кровь, оно в первую очередь снабжает все другие органы, да. И когда уже расслабляется, оно начинает питать себя. То есть здесь получается такая тоже жертвенность. Да, удивительно, но телесные органы, они, ну не все, так сказать, вот таким образом. Мозг, например, он ничего не даёт, он только требует. То ему питание нужно, то кровь нужна, то кислород нужен. А вот сердце, оно сначала отдаёт, потом себе даёт возможность также питаться. Это такая, ну такой намёк, скажем так, Господь указывает, что телесное сердце тоже жертвенное, а духовное сердце тем более должно быть жертвенным. И если в нём нету этого естественного жертвенного состояния, естественного для сердца, то значит оно больное, значит оно не производит ту энергию, которая должна иметь место, быть в душе. Жертвенность, милосердие, любовь. За это отвечает не ум, а сердце. Удивительно, но мы чётко знаем вот этот момент. Но если человек любит чем? Сердцем он любит или умом? Нет, он умом любит, это мы сразу понимаем, что это любовь временная, приходящая, и это всё очень такое кратковременно. А вот если сердцем человек любит, вот это уже серьёзно, да? То есть мы понимаем, что сердце – основной движитель души. А почему мы им не интересуемся, не исследуем его? Кроме того, сердце, оно самый первый орган, который формируется и развивается. Если с точки зрения анатомической, мы видим, что эмбрион на первых неделях, буквально, на третьей неделе, он уже имеет сердце. То есть всего три недели произошло, он всего миллиметры размерами, эмбриончик человек, тело человеческое, душа-то уже есть в нём. То есть сердце, в нём уже есть духовное, душевное сердце. А вот телесное сердце появляется одной из первых, можно сказать, в этом маленьком тельце человека. И уже оно бьётся, уже пульсирует, уже кровь начинает двигаться в этом маленьком эмбриончике, в этом теле. То есть удивительно, но сердце появляется одним из первых. Это, опять же, показывает о его необходимости и для тела, и для души. Да, даже есть такие анатомические термины, которые перешедшие к нам из Средневековья до сегодняшнего дня. Ведь на самом деле ещё в 1543 году Андрей Вязалий, основатель научной анатомии, дал название метральному клапану в сердце. Наверное, слышали люди, кто знает, вообще, наверное, с сердцем. И он по форме напоминает метру, то есть богослужебный головной бор архиереи. Вот поэтому он называется метральный клапан. То есть даже оттуда вот к нам пришло. Ну да, и коронографию многие делали. Слово-то это откуда происходит? Коронография. То есть графия – это исследование, так мы можем понять. А корона – это то, что на царях было надето. То есть сосуды сердца, они увенчивают сердце такой короной. И здесь тоже название корона. То есть сердце, как это неудивительно, и митрой, и короной увенчано. И здесь тоже очень много изны сказательного, потому что митра – это всё-таки для священнослужения предназначение, имеет такое архиерейское. А корона – это для земного служения, царского служения. То есть у сердца как бы два есть совершенно чётких таких названия. Корона и митра – это и духовное, и телесное. Вот тоже даже через это Господь показывает, намекает нам, что изучайте и увидите, что здесь множество тайн Божьих сокрыто. Да, не случайно, когда у человека разные эмоции тоже в сердце. То есть человек гневается, например. У него сужаются сосуды, и всё, и весь организм начинает страдать. Ну вот первый признак гнева – это покраснение лица. Вот человек пурпурный стал. Что это значит? Давление повысилось из-за гнева. Казалось бы, гнев – это душа. Ну при чём тут тело, да? Ну как гнев может на тело повлиять? А вот тем не менее давление подскакивает, человек краснеет, и даже может с ним случиться какой-то там инсульт или инфаркт. То есть тоже самые другие различные эмоции, которые мы часто не контролируем, эти эмоции также влияют прежде всего на сердце. Радость. Ой, сердце зашлось от радости, да? Ну прям слово-то. Стучать, стучать начинается. Стучать, биться там, просто вот подпрыгивает сердце, вот-вот выскочит, да, из груди. Но это сердце говорится, а когда? От радости, а от горя, вот все, ой, прям сердце упало. Вот как мне сказали, всё, прям ёкнуло и упало сердце. То есть это тоже про сердце. И смотрите, какая связь между, казалось бы, нефизическими явлениями, то есть слово всего лишь, это информационное такое явление. И это информационное явление, какое силой обладает на сердце влияние силой. Конечно же, это надо изучить и постараться всё не только изучить, но и испытать, и главное, научиться этим управлять. Потому что иначе мы тогда остановимся просто на теле, и душу мы свою не познаем, и не сможем ей управлять. А это наша задача. Да, сердце также связано и с совестью. Здесь мы уже приходим к более глубоким и таким духовным качествам сердца. Совесть, ну, как она расшифровывается? Со-совместная весть. То есть те основные, основополагающие принципы и законы, которые мы знаем из Десяти Западей, «Не убивай», «Не кради», «Не лги». Вот эти все основные принципы, они нам заложены в сердце нашем. Удивительно, и мы это чувствуем, что «Ой, что-то плохо человек». Я даже не понял, что он сказал, но что-то плохое промелькнуло, и как-то на сердце стало плоховато после этого. Состояние какой-то души плохое. Оказывается, он солгал нам. Или как-то по-другому подвел, или посмеялся над больным, или еще что-то сделал плохое, и совесть – наша совесть. В сердце сразу реагирует. То есть это такой компас, который заложен каждому из людей. Но, конечно же, совесть можно и сломать, как и любой из данных талантов от Бога человеку. Ее можно растоптать, втоптать в грязь, и, собственно, тогда совесть исчезает. Он потерял совесть, он бессовестный человек стал. То есть есть такие фразы в русском языке. Вот это тоже о сердце. Но после того, как человек теряет совесть, у него и физиологическое сердце начинает страдать. Потому что невозможно отделить эти два сердца – душевное и телесное. Они взаимосвязаны крепчайшими связями, духовными, душевными связями. И если часть, так сказать, душевная часть сердца начинает страдать из-за грехов, из-за переживаний, из-за каких-то других моментов, страстей связанных, то есть тот же гнев, или уныние, или гордость, или какие-то другие страсти, которые в нашем сердце, душевном сердце начинают развиваться, они обязательно повлияют на сердце телесное. И оно начнет страдать физиологически, начнет болеть сердце. У меня камень на сердце. Вот как мне сказал этот человек чего-то там такое, вот у меня так с того времени камень на сердце лежит. Да, но главное нам совесть не перепутать с нашими мыслями, потому что ведь и сердце наше с мыслями связано. То есть, например, кто-то нам что-то сказал, либо этот человек солгал, мы невольно это можем почувствовать, а с другой стороны мы можем мысль принять, что этот человек даже ничего не имел в виду, с чистой совестью нам сказал, а мы это восприняли вот там с обидой. А у нас гордость, потому что сердце, как мы только что узнали из начала передачи, оказывается, и гордость в сердце живет. И эта гордость искривляет то чистое, ясное понимание, которое нам от Бога дадено было, которое вот сказали так, мы так это и понимаем, как истинно понимаем. Но если у нас в сердце гордость есть, то она настолько искривляет все, что мы там, где прямо, мы криво видим, там, где криво, наоборот, прямо видим. К сожалению, гордость очень тонкая страсть, ее очень трудно увидеть самому человеку, но она самая ядовитая, скажем так, самая смертоносная из страстей, и она первой поражает сердце человеческое. Из-за нее уже потом гнев возникает, из-за гордости, своеволие, самомнение, эгоизм и прочие, так сказать, вторичные страсти. Они все из гордости произрастают. Поэтому, конечно же, если человек с гордостью своей не борется, то он на искренние слова человека будет реагировать отрицательно, а на обман будет реагировать положительно, потому что сердце искривлено, и оно уже не чувствует, где правда, где ложь. Это первое действие греха на сердце человеческое. Сердце перестает быть таким четким указателем, четким компасом, где правда, где ложь. Да, на младычествующее значение сердца. Также люди даже посчитали, что в русском переводе Библии слово сердце встречается 591 раз в Ветхом Завете и 155 раз в Новом Завете, плюс больше 150 производных от него слов. И самое главное, о чем святые отцы говорят, что сердце – это Божия обитель. Вот что для нас самое главное, как нам устроить. Вот это вообще, в уме это вместить невозможно. Мы сейчас живем в такое время, последний век, последние сто лет, которое на первое место стоит ум почему-то. Вот ум и вот он, так сказать, властитель всего. Нет, на самом деле властителем всего является сердце у человека. Ум – он всего лишь инструмент в руках сердца. И очень просто это как раз на этом примере можно продемонстрировать. Если в ум человеческий Господь не вмещается, мы не можем умом понять Господа. Не то что Господа, мы творение это Божие умом понять не можем. Кто может вместить в себя безграничность Вселенной, например? Или безграничность микромира? Или откуда появилось все? У нас ум здесь начинает проскальзывать, он не понимает этого всего. Ему не хватает, так сказать, объема ума. Но вот сердце, оно вмещает Господа. Как это ни странно. И это необъяснимо. Но вот так Господь сотворил наше сердце, что при определенных условиях, а эти условия являются благочестивой жизнь, Господь может жить в нашем сердце, то есть вмещаться в Нем. Мало того, сердце становится целой Вселенной, которая может вместить и Господа, и Царство Божие. Потому что в Евангелии, вот одна из этих 120 или сколько там, в Евангелии фраз, одна из них звучит так, что Царство Небесное внутри вас есть. То есть в сердце, в сосредоточении души вашей, в центре вашей души живет Царство Небесное. Его надо искать. Господь призывает напрямую, ищите Царство Небесное, остальное все приложится. Так где же мы должны его искать? Здесь, снаружи, в плотском мире строить коммунизм, строить какие-то другие человеческие такие фантасмагории, и ничего не получать взамен. Или искать его все-таки внутри себя. Там, где, собственно, оно и заложено Творцом нашим. Вот там и надо искать Царство Небесное. А снаружи все приложится, если мы найдем его внутри. Как искать? Поиски Царства Небесного, они у многих на всю жизнь растягиваются. Но путь к этому указан в Евангелии, в заповедях Божиих, и в том пути, который прошли многие тысячи, если не миллионы, угодников Божиих, которые также стали на этот путь поисков Царства Небесного. Кто-то начинал просто с разбойника, кто-то начинал с праведника, кто-то начинал с средника, но все они, кто-то с рыбаков начинал, если брать апостолов, но все они прошли один и тот же путь. Они искали Царство Небесное внутри себя и нашли его. И Господь внутри их соделал обитель по его же собственным словам. «Придем и сотворим обитель внутри человека, который слушает нас и исполняет наши слова». То есть поиски Царства Небесного – это вот из этих слов состоит. Мы должны слушать Господа и исполнять то, что Он говорит. Тогда мы будем обязательно Богом приведены в Царство Небесное, которое внутри нас есть. Да, если коротко сказать, как в заповеди блаженства, «Присоблажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот это, наверное, самое главное. И вот как преподобный Макарий египетский трактует данную Господом Адаму заповедь «хоронить и взращивать райский сад», как мы буквально все воспринимаем, на самом деле это хранение чистоты сердца. Вот на этом нам нужно, наверное, сделать акцент. Как хранить чистоту сердца? Как ее добиться? Ну, прежде всего, давайте от обратного пойдем. Значит, как можно потерять чистоту сердца? Мы, опять же, интуитивно чувствуем, что вот я сказал плохое слово, и сердце ёкнул, и как-то плохо стало на душе. То есть кого-то обидел, да? Или осудил? Вот что-то потерял, да. Или осудил, или с кем-то поругался, или какие-то другие сделал, там, ну, даже украл, там, или, ну, что-то обманул кого-то. На душе после этого становится плохо. Вот это закон. Хотим мы этого, не хотим. Но если мы полоснем себя ножом по руке, будет после этого плохо. Мы это знаем, закон. Если мы польем на себя кислотой, будет плохо. А когда мы таким же ножом и кислотой, только словесными, или другими какими-то духовными, льем на свое сердце, нам становится плохо. Но мы не связываем эти события почему-то. Они взаимосвязаны. И значит, как мы от обратного пошли, значит, если мы можем нанести вред своему сердцу, своей душе через вот эти нехорошие поступки, то, значит, хранить свое сердце от этих нехороших поступков. Это наша обязанность, задача. Мы не должны допускать ни дел плохих, ни слов, ни желаний, ни мыслей, ни чувств плохих. Мы не должны допускать в сердце. Мы должны его оберегать от всего этого. Ну, как мы оберегаем своих любимых от каких-то плохих вестей, от каких-то нехороших событий. И мы всячески их ограждаем, чтобы с ними ничего не произошло. Вот то же самое наше сердце – это то место, которое мы должны охранять от всего того, что мы сейчас выше перечислили. Для этого есть перечень грехов, для этого есть заповеди блаженств, для этого есть учение святых отцов церкви, для этого есть поучение преподобных наших отцов, там, Серафима Саровского, Роси Оптинского и прочих, которые в огромном количестве разжевывали, по полочкам раскладывали, как сохранить сердце от помрачения, от уныния, от различных нападок бесовских в том числе. Потому что здесь не только мы сами себя можем полосовать и там поливать кислотой, но еще и, оказывается, и бесы нам в этом всячески ставят под ножки и всячески помогают самих себя убивать, уродовать самих себя, внутренних, душу нашу. И здесь тоже надо это распознавать, а для этого нужно всегда быть начеку, всегда быть внимательным, потому что часто мы просто спим, хотя мы и бодрствуем, но внутренне наш самоконтроль, наше внимание рассеяно настолько, что мы даже не понимаем, какие мысли у нас сейчас, какие чувства, чего мы хотим, куда мы идем, что мы говорим. Часто мы говорим, и только потом, через полчаса сподхватывается, чего же я наговорил-то такого-то, зачем же я это все сделал, зачем же я все это сказал. Потом начинаем жалеть. А вот в тот момент, когда это происходило, мы не контролировали себя, а значит, не было внимательного созерцания своего внутреннего мира, своего сердца, своих мыслей, чувств, желаний, поступков. Поэтому сохранить сердце нужно вот именно через эти шаги. У нас есть звонок, послушаем. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Отец Евмений, Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий, и есть такой вопрос. В обычной жизни мы увидим естественные законы, например, чем выше подкинешь предмет, тем сильнее будет падение закон о погружении, электричество. Существуют ли духовные законы, и можем ли мы на них как-то воздействовать? Спасибо, Господи. Да, благодарим вас. Спасибо, да. Ну, действительно, интересный вопрос, и мне он близок, потому что я вот еще, так сказать, и по своей мирской профессии инженер, и вот эти законы как раз изучал в институте, законы физики, химии, математики, электроники и прочие законы. И действительно есть законы духовной жизни. Ну, Господь так сотворил Вселенную, что обязательно по каким-либо законам идет ее жизнь. Без законного в этом мире нет ничего, кроме наших поступков с вами, да? Все остальное по законам, будь то природа, или погода, или какие-то биологические объекты живые, или человек, или материальные, но не живые. То есть везде есть законы, которые до человека существовали. Мы их потом начали открывать, узнавать, что есть, оказывается, такие законы, открывать для себя. А так-то они без нас существовали. И никуда они не девались. Но, вот, возвращаясь к этому вопросу, действительно есть еще и законы духовной жизни. И можно даже какие-то аналогии провести с физическими законами. Ну, например, закон тяготения. Мы знаем, что притягивается там железо к магниту. Мы знаем, что притягиваемся мы там к земле, потому что есть гравитация, или там есть другие различные силы, там в атоме тоже притягивается к ядру, электрончик. Это все законы физики. Но посмотрите духовно. Притягивается преподобный к преподобному, праведник к праведнику, грешник к грешнику притягивается. То есть алкоголик к алкоголику, наркоман к наркоману, блудник к блуднику, вор к вору. Вот это закон. Закон притяжения. И здесь никуда не деться от этих законов. Но их можно изменить. Изменив себя. То есть если вы, скажем так, если с магнитами брать аналогию, минус на плюс измените, то вы будете притягиваться к благочестивым людям, а не грешникам. Но для этого надо внутри себя поменять полярность, чтобы тянуло не на грех, а на добродетель. Это один из законов. Закон там вот подбросил вверх, и он падает в камушек. Но то же самое гордость, когда человек возносится и превозносится в гордыне своей, в тщеславии, он падает опять вниз. Это закон. Человек обязательно упадет. Чем сильнее возгордился, да? И чем больше он будет, чем выше он превознесет со своей гордости, тем сильнее будет падение его. Просто это закон, он совершается, но просто вопрос времени. Раньше он упадет, или там позже, но он упадет. это никуда от этого не деться. И изменить это можно только одним. Внутри себя гордость убрать, то есть внутри себя упасть. Не снаружи, чтобы это падение совершилось, когда тебя выгонят с работы, когда там разрушится семья, когда друзья от тебя отвернутся за твою гордость, или еще что-либо произойдет такое. То есть чтобы не снаружи уже вот это падение было, а внутри падение на колени в смирении пред Богом и в покаянии. Тогда этот закон изменится, и тогда вы упав, казалось бы, в своих глазах, вы тем не менее начнете подниматься к Богу, потому что единственное, куда мы можем подняться, это только к Богу. Другой вершины в этом мире нет. Другой закон физики это оптика, свет, как его распространяется, как преломление света, фокусирование света, рассеяние и прочее. То же самое есть и в духовном мире. Господь есть свет истинное, солнце правды, это мы читаем собственно в Священном Писании. и Господь просвещает нас. То есть этот свет духовный, он точно так же имеет воздействие на душу. Но главное от него не загораживаться, как в оптике. Если мы загородим источник света, то свет до нас не доходит. То же самое и здесь. Если мы загораживаемся от света Божьего, то он до нас не доходит, это наша воля, мы не хотим. И мы остаемся во тьме. Тоже прямая параллель. Закон действия равно противодействию. Закон физики. Я толкнул, и меня толкнули. Вы понимаете, на что я уже намекаю, наверное. В духовном мире такой же закон есть. Какой меру ты меряешь, такой меру тебе и отмеряется. Ты обманул, тебя обманут. Ты добро сделал, и тебе добро будет. Если не от человека, то от Бога будет тебе добро. Все равно придет это добро. Причем оно придет старицею, если от Господа. Удивительно. Вот в физических законах такого нет. Толкнул и тебя толкнул. Все четко там определено. Все четко. Сколько ты толкнул, столько тебя толкнули. Как в Ветхом Завете. Глаз за глаз, око за око, зуб за зуб. Это законы физики, только Ветхозаветные и духовные. В Новом Завете старицую Господь воздает за добродетель. Ты добро сделал, тебе старицую вернется все это. То есть в сто раз больше добра тебе придет. Удивительно, но это тоже закон четкий и исполняющийся. Ну и так далее. Можно это вот все эти законы я сейчас уже даже не смогу перечислить, но они есть, их надо изучать, и что самое важное, их надо использовать в своей жизни, потому что иначе мы ну как человек не физические законы природы не исполняющие, он наберет в себе синяков. Он на грабли будет наступать, он будет падать, он будет ломать себе там руки-ноги или там под машину попадет, если правила дорожного движения законы также не изучит и не будет исполнять. Вот тоже самое духовные законы. Чего это мы так плохо живем-то? Чего-то мне не везет, что-то у меня не получается, что-то не клеится. Вот там есть счастливые люди, а вот я какой-то несчастливый. А что значит несчастливый? А это как раз то, что эти все законы совершаются на этом человеке. И что? И на него сыплются со всех сторон шишки. то есть мы мы сами на слезах чужих пытаемся выехать, а потом думаем, что же ко мне так относится плохо. если я у других слезы пролил, я сам своими слезами буду за это расплачиваться. И остановить можно только покаянием. То есть мы осознаем, что вдруг что-то человеку не так сказали, например, и понимаем, нужно нам покаяться, даже попросить прощения. Единственная возможность выйти из этого законного так сказать оборота не вещей, а духов в природе это таинство покаяния, таинство исповеди, которое Господь, зная нашу немощь, дал нам, чтобы мы могли свою жизнь исправить, можно так сказать подрихтовать. Вот здесь вмятина, я ее исправлю, вот здесь прокол, а я его заклею, вот здесь там потери какая-то, а я ее восполню. И это все через исповедь, через причастие возможно. Конечно же, это не произойдет вот так по щелчку раз, и все изменилось. Это нужна определенная работа, это нужно определенное время, но это будет безусловно. И в этом можно не сомневаться, потому что огромное количество судеб других людей показывает, что действительно это так, все это совершается. Было бы желание, и было бы вера, потому что закон веры, он четко говорит, по вере твоей, какая вера у тебя есть, по вере твоей будет тебе. Это тоже закон, и чем меньше мы верим, тем меньше в нашей жизни чудес, а чем больше мы верим, тем больше в нашей жизни чудес, то есть помощи Божьей и удивительных таких событий, которые необъясняемы человеческим, так сказать, разумом, что такое чудо, да, это умом не объяснишь, почему так произошло, но это все дается по вере, и это тоже закон, который зависит от нас, и который мы можем изменить в лучшую сторону, то есть укреплять свою веру надо, тогда и это к нам вернется столица. Как вы сказали, по щелчку не поменяемся, да, но на самом деле, то есть мы к страстям-то возвращаемся, мы покаемся, опять возвращаемся на свою дорожку, да, большей частью имеем страсти, но по щелчку на самом деле, ведь мы можем в одно мгновение поменять свою внутренность, то есть Бог покается, это же достаточно всего там одной мысли, и Господь тут же вот нам приходит и утешает нас. Это однозначно, то есть все, что мы принесли Господу с покаянием, все с нас снимается в этот же момент, единственное, ну вот как закон физики, закон инерции, да, вот мы толкнули и шарик покатился, он катится по инерции, вот так и мы, у нас есть такая же инерция, привычки наши, то есть Господь с нас грехи снял, но наша дурная привычка, например, курить или там пить, ну вот не могу ее остановить, но могу задерживать, и потихонечку, потихонечку этот шарик остановится, сразу остановить, ну это стена и можно разбиться просто, ну не всякий человек это может, хотя у некоторых так получалось, вот человек раз и все, как отрезало, он не пьет, или там он не курит, или он изменил свою жизнь сразу же в лучшую сторону, но это опять сила веры, чем сильнее вера, тем больше чудес, чудес. Ну это должно быть событие, да, такое произойти, чтобы человек раз и все поменял. И событие, и самое главное вера, потому что все события происходят по нашей вере, я верю, что эту гору можно переставить, она переставится, я не верю, она не переставит, я верю, что по морю могу пройти, как по суху, я пройду, я не верю, не пройду, вот удивительно, Господь так создал этот мир и нас в этом мире, что мы своей верой можем его изменять в лучшую сторону, себя можем изменять в лучшую сторону, но мы не пользуемся этим законом, мы думаем, ну как животные, ну я поел, я поспал, я там отдохнул, что-то там еще сделал, какие-то там необходимые действия, ну вот в этом и вся моя жизнь, но это животные так живут, бессловесные. У животных тоже и душа есть, да, то есть рост, размножение, это у всех есть, даже у растений, да, у животных тоже есть душа, и вот мы когда тоже душевно живем, мы как сродни тоже животным, но наша задача на духовный уровень перейти. Наша задача все-таки наше естество оправдать, словесное, то, чего у животных нет, у животных нету понятия страсти, у животных нет понятия грех, потому что они живут по инстинктам, ну как, ну можно сказать, роботы, по таким внутренним заданиям, которые даны им, размножение, питание, защиты там, или наоборот бегство, то есть это внутренние такие программы, которые заложены в них, как мы их называем инстинктами, и они, ну вот, и когда надо тигру покушать, он убивает, и для него это не грех. Хотя это тоже изначально не было заложено, это мы все принесли. Да, только после грехопадения, когда весь мир мы изменили, вот, ну, наши прародители изменили в греховную, так сказать, участь, повернули этот мир. Но, если мы будем жить праведно, благочестиво, мы и сами станем не животными, а равноангельскими существами, то есть подобным ангелом станем, и вокруг нас мир изменится, в зависимости от размеров, нашей души, так сказать, сил нашей души и веры. Мы можем изменить и своих близких, и свои внешние обстоятельства жизни, можем изменять по своей вере. Да, для начала надо только самих себя изменить. Но начинаем мы только с этого, Послушаем, звонок еще есть. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Анастасия, хотела бы задать вот такой вопрос. В ближайшее воскресенье называется о расслабленном. Как понимать и что означает слово расслабиться? Спасибо. Благодарим вас. Спасибо, Господи. Ну, действительно, одно и то же слово практически говорит о разных вещах. Вот у нас, в нашем понимании, расслабиться – это отдохнуть. Вот синонимом стало, к сожалению. На самом деле, это не отдыхание, отдыхание, это обездвиживание. Ну, вот расслабленное в смысле евангельском, почему следующее воскресенье расслабленное? Потому что читается Евангелие, где Господь восстановил силы человека, расслабленного жилами. То есть, он не мог двигаться, он был обездвижен, он был, ну, паралич у него, парализованный человек. Да, может быть, инсульт, может быть, еще что-то перенесший, может быть, от детства, так сказать, не имевший возможности двигаться, обездвиженный. Вот этого расслабления Господь восставил, да, словом своим. А теперь мы сами говорим, эх, мне бы расслабиться. То есть, сами себя хотим обездвижить, к сожалению. И в этом видим цель отдыха какого-то. Отдых, как, опять же говорят, отдых должен быть активным, да. Вот активность наша во время отдыха, она не обязательно физическая должна быть. Она должна, она может быть душевной и должна быть духовной, эта активность. Даже если мы просто, ну, не знаю, там, приехали на дачу, то мы обязательно должны помолиться. Даже если мы приехали куда-нибудь в лес, там, костер пожечь, то мы должны хотя бы вспомнить о Господе и о творениях Божьих, которые нас окружают в лесу. И через это, опять же, духовно подкрепиться. Потому что всякое воспоминание о Господе – это наше с Ним общение. и почему так часто вот человека тянет на природу, в лес, где нет ничего там, городских каких-то вот этих, так сказать, каменных строений, ничего человеческого нет. Только божественная природа, только то, что Господь сотворил. Потому что мир, построенный человеком, он уродлив во многом. И хочется все-таки приблизиться и побыть в каких-то ближе к идеальным условиях. А это, конечно же, природа, это цветы, это пение птиц, это красивые рассветы, закаты, это множество различных красивейших природных явлений, которые нам дают понимание, насколько же красив творец, если творения его такие красивые. И через это понимание мы тоже духовно отдыхаем, но не расслабляемся. Что это за притча о расслабленном? Какой для нас урок? Притча о расслабленном говорит о том, что Господь пришел в селение, в Капернаум, зашел в дом, но так как за Господом всегда следило огромное количество больных, страждущих, то есть до пяти тысяч человек бывало иногда скопление вокруг него, то не все могли войти в этот дом. А были четверо человек, у которых был друг их расслабленный жилами, то есть парализованный, и они тоже не могли войти туда, чтобы принести Господа, чтобы он его исцелил. И они вот догадались, они поднялись на крышу дома, разобрали крышу и опустили на носилках перед Господом этого расслабленного через крышу на веревках. Господь, видя их веру, сказал, возьми, возьми, встань, возьми одр твой и иди домой. И расслабленный на глазах у всех встал, взял эти носилки, на которых его принесли, и ушел здоровым. Притча несет очень правильный такой настрой для всех нас. По вере вашей будет вам, я перед этим говорил. Вот здесь эти четыре человека, верующих, что Господь может его исцелить, этого расслабленного, пятого человека, видя Господь их веру расслабленного исцелил. Расслабленный молча лежал, ничего не делал. У него не было никаких заслуг пред Господом, он сам не пришел, его принесли, он ничего не просил, за него просили, но тем не менее Господь его исцелил, потому что за него ходатайствовали четверо, и мы читаем Евангелие, там где двое или трое хотя бы собраны во имя мое, там я среди них, просите и дастся вам. Здесь это произошло. В Святом Евангелии есть две притчи о расслабленном. Первая это как раз по вере друзей Господь исцелил. Есть еще притча о расслабленном, которая будет как раз вспоминаться в воскресенье, то есть была овчья купель Вефис, дом милосердия, как она называется, то есть лежали люди там, сначала дом милосердия, то есть спускался раз в год ангел в эту воду, и кто первый за ним спускался, тот исцелялся от любых болезней. И вот 38 лет лежал человек парализованный, расслабленный, который никак не мог исцелиться. И когда Господь пришел, сказал, хочешь исцелиться, никто ему не помогал, он не мог сам первый туда забежать. А потом получается, что после того, как Господь его исцелил, он сказал, что иди больше не греши. То есть здесь такая связь получается. Здесь, да, то же самое удивительным образом, опять же, этот человек ничего не просил. Опять же, он просто лежал, и Господь, видя его немощь и слабость, и он уже 38 лет не мог ничего сделать, Господь ему дал шанс, но сказал, не греши, потому что из-за своего греха он, скорее всего, впал в эту расслабленность. Поэтому надо всегда помнить, что грех приводит к расслабленности. У нас не очень много времени, всего полтора минуты, и обязательно мы с вами должны сказать о нашем любимом святителе Николае Чудотворце, память которого будет уже в субботу, ближайше, да, и о его милующем сердце, потому что он, да, наверняка он был добрым пастырем, он и совершал много каких-то, да, таких вот дел, но больше всего он прославился именно милосердием. Ну, действительно, к Николаю Годнику обращаются все, не только православные, но и мусульмане обращаются, и неверующие обращаются к нему, и он, как ни странно, всем, без исключения, прощащим помогает. То есть, он, можно сказать, универсальный святой. Меня спрашивают, а вот в каких случаях он помогает? Во всех. Поэтому в эту субботу у нас будет престольный праздник, святитель Николай, наш монастырь, в честь Николая Годника назван, всех приглашаю на службу, и обязательно помолитесь Николаю Годнику в эту субботу, чтобы он и вам помог. Ну, я думаю, о добрых делах люди услышат, которые мы уже подражаем, святитель Николай, могут услышать на проповеди, да? Конечно, конечно. Да, благодарю вас, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо. На сегодня все. До свидания. До свидания. До свидания.